так добро пожаловать в новый урок нашего курса и в этом уроке у нас соответственно уже имеется две темы для нашего маленького сайта теперь давайте попробуем переписать данные стили на препроцессор less и посмотрим соответственно что у нас получится какая будет разница между данными подходами для этого я предлагаю создать в корне новую папку которая будет называться less для того чтобы соответственно не путать где какие стили лежат и здесь создать новый файл который будет называться less styles.theme1.less ok webstorm мне предлагает скомпилировать less в css но нам это делать не нужно мы будем это делать самостоятельно и теперь давайте я просто возьму и скопирую соответственно все вот эти вот css стили в ls файл так это я закрою и принципе будем работать сейчас здесь сразу же стоит наверное вам показать то что при процессор это особый язык грубо говоря программирования да только это программируемый язык стилей соответственно вы могли уже наверное заметить небольшое неудобство да когда мы выносили вот эти вот конфигурации в комментарии да потом просто отсюда копировали значение переменных то есть соответственно если у нас поменяется там какое-то вот значение здесь то нам придется менять это по всему коду и хоть в данном примере не так много кода всего лишь 186 строк css то на больших проектах это будет очень существенно да например если у вас там проект на 20000 строк css да то есть это будет просто очень болезненно меняется поэтому для начала давайте воспользуемся первой возможностью данного при процессора это создание переменных для этого я раскомментирую данный блок удалю соответственно комментарий ты и здесь я создам переменные до который будет отвечать соответственно вот за все вот эти вот конфигурации как создаются переменные в при процессорах довольно просто в лейсе это делает с помощью значка собаки то есть мы пишем собака теперь он понимает что это переменные а дальше соответственно вместо равно нам нужно указать здесь двоеточие и поставить в конце точку запятой что очень важно и теперь у вас понимает что это переменная теперь соответственно давайте я заменю все вот эти вот равно на двоеточие и пробел соответственно здесь в перед каждой переменной я поставлю опять же значок собаки для того чтобы указать что это именно у нас переменная и Таким образом, и в конце каждого определения я буду задавать точку запятой, соответственно, чтобы ls-код был валидный. Теперь, соответственно, вы видите, что я создал вместо комментариев конфигурацию некоторую уже, которая состоит из переменных, которые мы можем использовать с вами. Также хочу обратить ваше внимание, что данная переменная navHower нам будет не нужна, но я поговорю об этом чуть позже. Теперь, соответственно, давайте посмотрим на css-код и посмотрим, что мы можем в нем оптимизировать с помощью припроцессора. Здесь я пока давайте раскрою все, для того, чтобы было более наглядно. Так, остается еще mainblock. Так, ну в принципе все. Давайте посмотрим, что у нас тут встречается. Во-первых, я хочу обратить ваше внимание на такое значение margin0 и padding0. Это часто встречаемые два свойства в css, то есть с помощью них мы обнуляем. Мы использовали, например, данный код здесь и использовали где-то его для списка. По-моему, здесь. Соответственно, хотелось бы это немножечко оптимизировать, то есть не писать каждый раз margin0 плюс padding0. Да, там, может быть, были бы какие-то еще значения в базовой конфигурации прописаны. Поэтому мы можем воспользоваться второй прекрасной возможностью LESA, ну или любого другого припроцессора. Соответственно, вынести это все в функцию, которая называется в припроцессорах mixiny. Для этого давайте, то есть mixiny это просто переиспользуемый код, да, мы задаем какие-то определенные конфигурации, и дальше мы можем их использовать, соответственно, уже в наших селекторах. Давайте создадим такой mixiny, только создадим его перед стилями какими-то. Mixiny в LESA создаются как классы, то есть я напишу clear, и дальше укажу здесь круглые скобочки, что будет означать при компиляции, что данный стиль нам компилировать не нужно в класс. Да, то есть это будет просто вспомогательная функция. И здесь мы напишем margin0 плюс padding0. Таким образом, и теперь мы данный mixiny можем использовать в других местах. То есть теперь здесь вместо указания этих двух свойств мы можем написать просто clear, и все. Таким образом, то есть здесь для данных тегов мы обнулили их с помощью mixiny, и теперь данный mixiny при компиляции заменится на данные свойства. Соответственно, здесь, где мы писали для меню, тоже удалим их и напишем просто clear. Таким образом. Далее, что нам дальше интересно. Дальше, я думаю, вы обратили внимание на то, что... Так, дальше мы не пойдем, потому что мы хоть и создали переменные, но не занесли их никуда. Поэтому давайте вначале все-таки перезададим значение переменных в коде, а потом уже перейдем к следующему. Значит, начнем с primary. Здесь я его скопирую. Здесь найду все primary поля. Значит, это у нас здесь primary. Так, давайте все-таки replace будет быстрее. Нет, быстрее так не будет. Так, значит, это у нас primary. То есть вы видите, что вместо цвета я пишу просто переменную. И, соответственно, здесь тоже primary. Так, дальше здесь я скопирую и напишу здесь danger. Так как, в принципе, здесь мне уже не нужно ходить в конфигурацию и смотреть, как называется тот или иной цвет. Нет, да, я помню, что переменная называется danger из этого названия. И, в принципе, я просто заменяю ее. Warning, соответственно, я тоже заменю на warning. И success я заменю на success. Только здесь тоже забыл. Success. Так, отлично. Теперь нам тут нужно заменить тоже здесь danger. Здесь у нас success. Здесь у нас warning. Да, то есть, опять же, повторюсь, да, что тут не нужно помнить, какое значение у цвета. Здесь важно помнить, как переменные называются. Ну, а с названием переменных все довольно просто, да, то есть мы можем их определить по модификатору. Соответственно, так, это мы использовали. Теперь давайте зададим themeButton. Это у нас, это вот свойство. То есть, тоже поменяем его на переменную. Далее у нас идет блок навигации. Здесь мы зададим навигацию. Так, давайте пока navHover мы пропустим. И на самом деле вообще его удалим отсюда. И сейчас я объясню, почему. NavHeight мы заменим, соответственно, здесь. И мы еще использовали его здесь. Таким образом. И последнее, что нам остается сделать, я не вынес это в конфиг, но нам нужно заменить вот это вот navLink на тоже переменную. То есть, давайте заменим, напишем здесь новую переменную navLinkFone. Давайте просто size. И зададим 15 пикселей. Скопируем данную переменную. Переходим в navLink. Здесь мы укажем значение данной переменной. И здесь мы уже, соответственно, не будем писать 17 пикселей. То есть, мы понимаем, что данный размер зависит от размера самой вот этой высылки. И он всегда на 2 пикселя больше при наведении. Соответственно, здесь возникает еще одна прекрасная возможность при процессоре, когда мы можем здесь обратиться к переменной navLinkSize и просто написать плюс 2 пикселя. То есть, в обычном CSS мы делать так не можем, однако при процессоре нам позволяет такую возможность. И теперь нам не нужно менять данное место. Мы будем все время смотреть, как бы вот менять только эту переменную. Нам остается, значит, так, все переменные мы использовали. Нам, соответственно, остается разобраться только вот с navItemHover. Как видите, он такой вот синенького цвета, а background color у навигации такого более насыщенного цвета. На самом деле, действительно, нам важно, чтобы при наведении оно становилось немножечко такого бледнее цвета. И поэтому здесь мы данную переменную использовать не будем, а мы будем писать зависимость между цветом навигации и данным соотношением. Здесь возникает еще одна возможность при процессоре. Это функции, встроенные. Здесь нам нужна функция по уменьшению насыщенности, поэтому мы здесь напишем функцию lighten. Так, неправильно написал. Функция пишется lighten. Сюда мы передаем два параметра. Первый параметр, это у нас, соответственно, цвет навигации, поэтому мы также передаем сюда переменную. А дальше мы указываем, на сколько процентов нам нужно сделать светлее данный элемент. Поэтому мы пишем здесь, допустим, 10%. Таким образом. И теперь, соответственно, нам нужно больше не думать о данном цвете. Теперь как бы препроцессор сделает все за нас. Отлично. С этими всеми переменами мы разобрались. И давайте перейдем к следующей возможности, которую предоставляет нам препроцессор. Я думаю, что вы уже обратили внимание, что у нас есть множество классов, которые написаны в стиле BEM. И они все начинаются с названия блока. То есть BEM это блок, элемент, модификатор. Соответственно, по стилю его мы должны писать, как. Вначале блок идет, то есть вот название блока. А дальше, если мы описываем какой-то элемент, то мы задаем вначале ему название класса, название блока точнее. Дальше через двойное подчеркивание мы пишем название элемента. И если там есть какой-то модификатор, то через двойной дефис. Как видите, у нас постоянно дублируется вот это вот NAV. NAV здесь, NAV здесь, NAV здесь и так далее. Препроцессоры позволяют избавиться от данной возможности, от данной, точнее, сущности CSS, простым свойством вложенности. Как это делается? Делается это все довольно просто. Если мы определяем какой-то класс NAV Team и название данного класса совпадает с названием как бы родильского блока, то мы можем обратиться к названию родильского блока в данном селекторе. Для этого мы обращаемся к специальной переменной, которая пишется как амперсант, то есть к амперсанту, что говорит препроцессор о том, что нужно вместо амперсанта здесь поставить вот данное название. То есть название родильского блока. Дальше мы просто описываем, соответственно, тот класс, который нам нужен. Таким образом, то есть мы видим, что мы пишем теперь какой-то селектор внутри другого селектора, что в чистом CSS невозможно. Однако при компиляции less нам заменит данный амперсант на точку NAV. И поэтому у нас образуется вот такой класс. И теперь мы можем просто с меня скопировать все эти свойства и вставить их сюда. А этот класс удалить. Также обратите внимание, что у нас опять используется NAV TIM и его псевдокласс ACTIVE. Опять же, препроцессоры позволяют избавиться от такого дублирования кода с помощью той же самой конструкции. Поэтому здесь мы пишем амперсант, что означает, что здесь амперсант нужно заменить на родильский блок. То есть он будет смотреть сюда. Здесь будет амперсант и TIM. При компиляции данный амперсант заменится на точку NAV. То есть здесь будет точка NAV TIM. Соответственно, здесь амперсант будет тоже точка NAV TIM. И здесь мы пишем просто у него псевдокласс ACTIVE. и указываем те свойства, которые нам нужны. Так, CTRL Z. Здесь я вырезаю просто и вставляю его сюда. Таким образом мы избавились от небольшого дублирования. Дальше у нас идет меню. Соответственно, здесь мы пишем меню. Копируем все эти стили и задаем сюда. Дальше у нас идет item. По item мы просто выбираем данные свойства и вставляем их сюда. Дальше идет item hover. Поэтому здесь мы пишем псевдокласс hover уже внутри непосредственно самого item и копируем данные свойства. И это мы все удаляем. Теперь, соответственно, мы пишем еще класс для линка. Забираем эти свойства отсюда. И также у нас есть hover. Поэтому внутри линка мы обращаемся к hover и копируем данные свойства. Таким образом. Теперь весь наш блок навигации поместился вот внутри NAV. но теперь мы не пишем дублирование этих классов. Мы просто пишем уже те отличительные названия, которые присущи каждому элементу. Теперь то же самое давайте сделаем и для мейна. Соответственно, здесь давайте я вначале напишу название классов. Content. Так, теперь tile. это мы удаляем. Так, дальше у нас идут модификаторы, но... Ctrl Z. Но давайте мы про них поговорим чуть позже, потому что здесь с ними особенная работа. Так, теперь у нас идет хедер. поэтому здесь я вставляю хедер. У хедера, соответственно, вот эти все штуки. Дальше это у нас features. Соответственно, features мы копируем, опять же. Так, item. Копируем все его свойства. Так, footer.textline.center. Footer.textline.center. Так напишу. Так, и button. Вот эти свойства имеет. Отлично, теперь давайте от этого всего мы избавились. И теперь нам, по сути, остается разобраться вот только с данными модификаторами. То есть, я думаю, что вы уже обратили внимание, что они... Тут очень много дублирования идет. И, естественно, с помощью припроцессора можно это дублирование сократить. Да, то есть вот благодаря таким свойствам. Но можно сократить его еще сильнее. Поэтому... Да, с помощью миксинов. Поэтому давайте попробуем вначале сделать это для кнопок. А потом мы сделаем это, соответственно, для тайлов. Для кнопок мы с вами создадим специальный миксин, который будет называться, допустим, button styles. И в него мы будем передавать определенные параметры. И вызовем мы его здесь четыре раза. Да, то есть у нас есть четыре типа кнопок. Это danger, warning, primary и success. И, соответственно, для каждого из этих типов нам нужно будет организовать миксин. Поэтому мы будем передавать просто строку как параметр в миксин. То есть это определенные функции в припроцессорах. Дальше у нас будет success, primary и warning. То есть мы будем просто передавать сюда свойство какое-то определенное. И на основе этого свойства будем генерировать вот эти вот все классы. Так, отлично. Теперь давайте создадим данный миксин. Создадим его мы наверху. Где-нибудь здесь, например. Создается это как обычная функция. И сюда мы принимаем какой-то параметр. Параметр мы засунем в переменную type. И теперь давайте подумаем, что нам нужно здесь написать. Так, давайте вначале я сверну блок навигатор. И сверню блок мейна. Для того, чтобы все было немного компактнее. Значит, нам нужно задать соответственно модификатор danger. Точнее просто модификатор какой-то. И данный модификатор с псевдоклассом hover. Для этого, когда мы определяем миксин, мы можем обратиться опять же к имперсанту. То есть в нашем случае это будет как раз таки main button. То есть имперсант будет так же нормально передаваться и в миксины. Соответственно, здесь мы обращаемся к этому модификатору. То есть сейчас это у нас... Давайте я напишу комментарии. Кстати, в припроцессорах можно использовать двойные комментарии. Здесь у нас будет сейчас класс main button. И дальше нам нужно написать какой-то модификатор, допустим, danger. Мы передаем сюда type. Для этого, давайте, чтобы не генерировать кучу разных повторений, мы сделаем маленькую шаблонизацию. Напишем эти два дефиса, которые у нас присутствуют здесь. А дальше с помощью специально встроенного шаблонизатора в лесе, то есть мы пишем имперсант и двойные кавычки, передаем сюда переменную type. И, соответственно, здесь у нас как раз таки и получится вот данный класс. Теперь, соответственно, в нем мы пишем background. Дальше нам нужно обратиться, соответственно, к переменной danger. То есть если мы пишем для danger, то мы сюда должны обратиться к переменной danger, но type у нас это просто строка danger. Для этого в лесе, опять же, мы можем использовать ссылки. И мы используем ссылку с помощью двойного знака собаки и здесь указываем type. То есть в таком случае здесь мы получим строку danger и дальше мы припишем к ней опять же знак собаки, который будет говорить нам о том, что нам нужно вызвать переменную такого-то типа. В принципе, все. И дальше внутри данного класса нам нужно прописать еще псевдокласс hover. Для этого мы опять же обращаемся к имперсанту, пишем hover. Здесь мы указываем background. Опять же пишем type. Color у нас там статический, это белый цвет. Единственное, что здесь я перепутал немножечко. Здесь нужно писать border border-style. Только не border-style, а border-color. Примерно таким образом. И теперь вы можете посмотреть, как здесь раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять строчек. Девять строчек нам сгенерировали вот такое количество кода. Это мы удаляем. И теперь на основе того, что мы сделали с данными миксинами, давайте сделаем то же самое вот с этим. Поэтому здесь мы обращаемся, значит, здесь main tile, да, поэтому нам нужно перейти в main tile, то есть вот здесь вот tile. Кстати, здесь в WebStorm сверху можно наблюдать, какая здесь идет цепочка наследований. И здесь, соответственно, давайте напишем, допустим, новый миксин tile styles, например. Здесь опять же мы будем передавать типы тех или иных модификаторов. Значит, здесь будет success, warning и primary. Теперь нам остается создать данный миксин. Создадим мы где-нибудь здесь наверху. Он также будет принимать с себя переменную type. И давайте посмотрим, что нам нужно здесь, значит, сгенерировать. Здесь мы будем генерировать, мы обращаемся к самому блоку, то есть к имперсанту. Дальше мы обращаемся к его модификатору и дальше мы обращаемся к main header и main plus. Все довольно просто, поэтому здесь мы пишем, значит, здесь опять же у нас комментарий, это main tile. Допустим, нам нужен модификатор danger. Соответственно, здесь мы обращаемся к имперсанту, что будет являться main tile. Дальше, с помощью шаббонизации мы указываем здесь type и здесь мы пишем, что, то есть, здесь уже амперсант будет являться вот этим вот модификатором, названием класса. Здесь мы пишем просто, значит, main header, опять же, амперсант, который является вот этим вот классом, и здесь вот у нас будет класс main plus. И у них будет свойство color, которое равняется ссылки на переменную type. Таким образом, и теперь, вот благодаря таким строчкам, такому mixin'у, мы можем удалить вот все вот это вот дело. В принципе, на этом все. Компилировать мы будем немножечко позже. Соответственно, давайте посмотрим, что у нас пока получилось на первом этапе. на первом этапе у нас получилось, что, во-первых, у нас очень мало дублирования кода, что, то есть, к чему мы стремились. Так, и, соответственно, по строчкам, здесь 162 строчки, а в CSS у нас было 187 строчек, то есть мы немножечко сократили количество строк, что не может не радовать. Опять же, чем больше проект, тем будет существеннее данная разница, да, то есть здесь довольно-таки мало кода, однако, чем больше будет стилей, да, тем больше будет расти эта разница в количестве строк и размере файлов. Вот, но я думаю, что вы пока что смогли оценить, как удобнее писать, соответственно, стиль с помощью припроцессора. В следующем уроке мы с вами создадим вторую тему, а потом мы уже будем говорить именно про способы компиляции и, опять же, как здесь припроцессор выигрывает у чистого леса. А на этом у меня все и увидимся в следующем уроке.